Многие считают, что ранний уход, когда в лед, он способствует популярности. Ну там Джим Моррисон из Дорс, Марлина Монро, которые... Вот как вы считаете, если бы Высоцкого не забрали так рано, в 80-м году, он бы по-прежнему сейчас, в 2023 году, был столь же популярен? А кто может на этот вопрос ответить? Но у Вас какие-то есть представления об этом? Как Вы считаете, вообще вот этот фактор, когда человек уходит до срока? Я с Вами не согласен, что он способствует взлёту популярности. Он способствует, наверное, освобождению. Уточните. Он, наверное, способствует освобождению и твоей личной свободе. Наверное, думаю, что он был бы очень известен сейчас. Этот человек не мог не уйти, это раз. А свобода его и дикий всплеск популярности только потому, что вот теперь-то, наконец-то, можно и нужно. И вот пришло время. И это время не останавливается. Оно вот с 80-го года как потекло. И вот оно вот 43 года течёт. И остановить его невозможно. Вы называете фамилией фронтмена Дорс. На Джуманске, да. Да, 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 я помню. Но этого человека тоже давно нет. Кино снято, о нём говорят. Он ярчайший представитель поколения. Песни не очень звучат, но, в принципе, кто знает. Он предстал такой иконой, типа Че Гевары, а песни-то не слушают. Сложные песенки, потому что много было других исполнителей, которые, может быть, были менее знаковыми, но были более мелодичными. Он сложный. Высоцкий тоже сложный, но он смысловой. Высоцкий смысловой. Он не про музыку, как принято говорить. Он про... Действительно, он не про музыку, он про стихи на музыку. Вот этот вопрос, который меня занимает давно, с профессиональной точки зрения, является ли ранний и или трагический уход залогом того, что человек станет легендой или иконой, если это известный и любимый поклонниками человек при жизни. Нет, это не является необходимым и достаточным условием отнюдь. Вот с Александром Толмацким, своим давним приятелем, беседовал про Децла, его сына. Децл трагически ушел. Жизнь, рано, почти что на сцене. Стал ли он легендой? Ну, не в большей степени, чем был до того. То есть у него есть свои поклонники, у него есть свои фан-клубы, но это не Виктор Цой, так скажем. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. И это та причина, по которой я этот вопрос задаю своим социально значимым собеседникам. Поэт, певец и бунтарь. В разных странах мира вспоминают солисты американской рок-группы Дорс Джима Моррисона. Полвека назад он умер в Париже в возрасте 27 лет. В столице Франции Моррисон провел всего несколько месяцев. Кладбище Пер-Ла-Шес, где покоится музыкант, по иронии судьбы, было одним из его любимых мест. В субботу здесь собрались поклонники исполнителя. Это очень волнующе быть здесь, вспомнить Джима Моррисона, показать ему, но в некотором смысле, может быть, он где-то там, понимаете, блуждает поблизости, показать ему, что его не забыли, что мы признаем его талант, и тот факт, что он был блестящим человеком на самом деле. Он действительно был гением. Джим Моррисон наказал на меня влияние в юности. И Дорс были нашими героями с детства. Поэтому для меня большая честь быть здесь, посетить Джима. По официальной версии, музыкант умер от сердечного приступа. Журнал Rolling Stone включил Джима Моррисона в список 100 величайших певцов всех времен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова